Отлично! Я вас рада всех приветствовать, ребята! Сегодня у нас с вами будет такая тема интересная. Как зарегистрировать одного человека в день? Да, была заявлена такая тема. Кто пришел именно на эту тему, поднимите руку. Кого вас заинтересовало? Как же пригласить одного человека в день в свою команду? Леша, молодец! Кто меня еще, ребят, не знает, зовут меня Лилия Донскова. Я одна из лидеров проекта «Карьера онлайн», даже основатель этого проекта. И сегодня мы с вами действительно будем говорить о том, как зарегистрировать одного человека в день. Ребят, на самом деле это очень легко сделать, поверьте мне. Я надеюсь, после сегодняшней темы вы пересмотрите некоторые моменты в своей работе, в своем отношении к бизнесу, и у вас пойдет такая движуха классная. Итак, сегодня мы с вами поговорим про бренд «Арифлейм». Давайте с вами разберем, что такое «Арифлейм», «Арифлейм» для вас, например. Давайте посмотрим, что вы думаете об «Арифлейм». Напишите в чате, какая у вас ассоциация срабатывает, когда вы слышите слово «Арифлейм». Или, например, лучше даже, какая была раньше реакция, до того, как вы пришли в проект и узнали об «Арифлейм» больше. Да, вы знаете, у меня сегодня встреча была как раз с людьми. Я им сказала, ну, когда они мне начали вот что-то говорить, что «О, Арифлейм, презентация!» Я говорю, вы знаете, если бы я знала столько же и то же самое про «Арифлейм», что знаете вы, я бы перед вами здесь не стояла. Я бы сейчас сидела где-нибудь в бухгалтерии и составляла отчеты и сводила дебиты с кредитами. Понятно? Поэтому, ребят, скажите искренне, что раньше для вас было «Арифлейм»? И что сейчас? Может быть, вы напишите «до» и «сейчас» уже с проектом. Потому что раньше для меня «Арифлейм» это был обычный каталог, косметика, просто возможность сделать покупочки через интернет, возможность попробовать что-то, прежде чем купить. Это была уникальная возможность. Раньше в магазинах не было таких тестер-стендов, когда можно было подойти, что-то попробовать. И когда я в «Арифлейм» увидела пробники, что можно попробовать помаду, попробовать парфюм и только потом его выписывать, вот это мне очень понравилось, например, удобство. Что еще раньше для меня «Арифлейм» было? Ну, это общение, да, живое такое, динамичное общение. Мне нравилось приходить к людям, которые занимались «Арифлейм». Они были какие-то необычные. То есть, когда у меня не было еще такого серьезного отношения к компании, я просто наблюдала, я видела, что люди тусят, интересно, они зарабатывают деньги. А сейчас для меня, конечно же, «Арифлейм» совсем другой. Для меня «Арифлейм» – это мощный партнер. Мой мощный бизнес-партнер, надежный. Я его ассоциирую с родителями, то есть как мама с папой. Я вот настолько чувствую «Арифлейм» – сильное плечо, поддержку и заботу, что для меня это, я бы поставила, равно знак равенства «Мама, папа» и «Арифлейм». Я доверяю этой компании, свою жизнь, своего ребенка, доверяю вообще все. Потому что я считаю, что это самый надежный партнер, который никогда не предаст и не продаст. Он будет с нами навсегда. Понимаете? Да, вы меня слышите? И для того, чтобы заглянуть вглубь сути бренда «Арифлейм» и как мы можем его поддерживать, развивать и продвигать, как нам бренд «Арифлейм» поможет улучшить свою жизнь, мы с вами сегодня будем разбирать. Интересна вам эта тема? Потому что если вы относитесь к «Арифлейм» и принимаете его так глубоко, как сейчас я его понимаю, то у вас будут презентации, разговоры с вашими знакомыми людьми проходить на совсем другом уровне. И итог презентации, когда вы уверены на 100% в компании, и итог, когда вы сомневаетесь или не доверяете – это совершенно два разных итога. Согласны? Итак, рассмотрим предпосылки. В условиях сегодняшнего рынка сильный бренд становится очень важным фактором успешности компании. Сложная макросреда, сильная конкуренция, социальные онлайн-сети, которые поглощают мир. И для того, чтобы преуспеть, нужно стать компанией, которую продвигают продажи и бренд. Вы в чате немножко тоже пишите. А что такое бренд, ребят? Как вы понимаете, что такое бренд? Напишите в чате. Ассоциация с этим словом какая – бренд. Пишем, пишем. Так, народ у нас подтянулся немножко. Хорошо. Имя. Так, хорошо. Еще какие мысли. Ребят, давайте поработаем. Это вам поможет воспринять материал более четко. Мы вот этот тренинг прорабатывали на конференции менеджеров. Мы работали как черти просто. Нас гоняли. Мы выполняли задания. У вас тоже будет задание. Мы активно участвовали в тренинге, поэтому он мне очень понравился. И сегодня я решила его для вас провести. Качество, известная марка и имя. Отлично. Остальные. Что для вас бренд, ребят? Я знаю, что чат чуть-чуть задерживается. Итак, давайте начнем с того, что мы чуть-чуть развеем несколько мифов. Вот тут написал имя. Ребят, бренд – это не только имя. Хотя имя – это очень много значит. Бренд – это не только отличительные особенности. В каждой компании брендовые мы ее узнаем по почерку, по цвету, по логотипу. На компании Арифлейм отличительные особенности – цветовая гамма. Зеленый, серый, белый, черный. Узнаваемая марка, раскрученцы. Бренд, ребята, это не только продукт. Поверьте мне, это не только продукт. Что же на самом деле бренд? Бренд – это то, как компанию воспринимают потребители умом и сердцем. Умом и сердцем. Понимаете? Бренд – это то, как компанию воспринимают потребители умом и сердцем. Представляете, как круто? Это выявили специальные люди, которые занимаются исследованиями. Выводят социологи, которые задают вопросы людям и выявляют, что же цепляет людей. И для чего же нам с вами нужен сильный бренд? Чем сильнее бренд, тем нам с вами легче рекрутировать, продавать, развивать лояльность, повышать цены. Заметили, что компания Reflame повышает цены? При том, что продажи увеличиваются, людей больше приходит в компанию. И равно это все долгосрочному росту наших с вами продаж. Круто? Чем сильнее бренд, тем легче нам с вами работать. А что влияет на наш бренд? Конечно же, все, что мы с вами делаем. И это все – это наши консультанты. То, как они выглядят, то, как они улыбаются, то, как они говорят о продукции, о своих ощущениях. Какие они? Это мероприятия, которые проводит компания, шикарные конференции, банкеты, мегафорумы, в филиалах мероприятия, в каждой структуре. Даже наш с вами онлайн-банкет – это тоже мероприятие. Это брендовое мероприятие, которое мы готовим и которое мы выкладываем в YouTube, чтобы нашу команду узнавали, замечали и присоединялись к нам. Это каталоги и онлайн-каталоги, которые очень красивые, вкусные, пахнущие, в необычном дизайне, таком формате. Это коммуникация, то, как мы это говорим. Это сервисные центры, офисы, как они выглядят, в каком они бренде. Это устойчивое развитие компании, когда высокие показатели. Это сами продукты, естественно же, самые продукты. И, конечно же, это бизнес-возможности для всех людей. Вот из чего состоит бренд. И наши ключевые посланники бренда – это лидеры и консультанты, и потребители. И ваша работа, ребята, и наша работа, то есть работа каждого из вас, если вы думаете, что вы пока маленький консультант, незаметный, это неправда. Каждый из вас, как капелька в море. Если все капельки разбегутся, то моря не будет. И компания Арифлейм, прежде всего, это люди. Это люди, это мы с вами. И то, как мы несем лицо компании. Каждый из вас – это лицо компании. И когда вы собираетесь идти к людям, разговаривать с ними, или показывать каталоги и продукции, посмотрите на себя, на свое отражение в зеркале. Улыбнитесь себе и скажите, да, если бы ко мне пришел такой консультант, я бы был рад, я бы хотел бы с ним общаться. Договорились? Сделайте все, чтобы вы становились с каждым днем еще лучше и лучше, чтобы люди воспринимали вас каждым разом на более высоком уровне. И давайте подведем итог. Мы с вами ответственны за создание сильного бренда. Вы это понимаете? Ребята, каждый из вас. Сильный бренд облегчит всем нам нашу жизнь. Вы и наши консультанты, наши консультанты играете ключевую роль в этой работе. Ну-ка, пишите обратную связь. Как для вас неожиданно, да, это все сейчас обернулось. Из чего складывается бренд компании Арифлейн? Наша миссия, обещания и ценности. Да, без нас никак. И все началось с мечты. Вы сейчас видите на слайде два удивительных человека. Йонас, блондинистый, и Роберт, афьокники. Это два брата, которые основали компанию, которая построена на мечте. И если бы не было вот этой мечты удивительной, то не было бы компании, не было этой удивительной волшебной сказки, которую удалось создать этим людям. 50 лет назад они начали великое дело, которое привело к невероятному результату. Наша миссия – исполнять мечты. И бренд Арифлейн всегда был и будет направлен на воплощение мечтаний. Клиентов, консультантов и, конечно же, сотрудников. Ребята, вы знаете, были ли вы когда-нибудь в сервисных центрах? Поставьте плюсики, кто был в таком филиале, в сервисном центре, не в СПО, который открывают менеджеры, а вот в сервисном центре компании Арифлейн, где работают сотрудники Арифлейн, менеджеры, АСМА – это люди, которые проводят встречи. Олеся была у вас далеко. Катя и Саше были. Прелесть. Больше никто не был? Оля была. Прямо в сервисном центре. Ребята, вы знаете, я когда прихожу в сервисный центр, я вижу, как горят глаза у наших сотрудников. Хотя, в принципе, они работают за зарплату, ребят. Но они так горят. Они отвечают на все вопросы. Они устраивают такие мощные праздники. Они выкладываются на всю катушку. И если мы обращаемся за помощью, я, например, сейчас очень часто обращаюсь за помощью к Марине Казикиной. Это наш руководитель сервисного центра. И она всегда находит для меня время. Всегда. То есть мы ее буквально терроризируем. Мы хотим помочь нашим саратовским лидерам подняться. Мы помогаем через нее нашим партнерам в других городах. То есть чтобы она, используя свои связи, повлияла на какие-то вещи. Представляете? И они всегда рады нас видеть. Какие они устраивают нам мероприятия, директорские встречи. Подбирают нам подарки. Цветы заказывают специально. Печатают интересные плакаты, плакаты, чтобы нас вдохновить и поддержать. Каждый раз остается ощущение, как будто бы крылышки еще чуть-чуть подрастают. Поэтому, ребят, мы находимся с вами не просто в компании какой-то, а это лучшая компания, которая думает о людях, прежде всего о сотрудниках. Если у вас будет возможность посетить сервисный центр, то обязательно сходите туда, посидите, потусите, понаблюдайте за сотрудниками, за персоналом, как они внимательны и лояльны. И мы даже пошли дальше и сделали обещание всему миру. И компания заявила, твои мечты, наше вдохновение. И это очень круто, ребят. И чтобы исполнить это обещание, нам нужно стать лучшими, научиться понимать, о чем мечтают люди, вдохновляться мечтами и поддерживать людей на пути к воплощению их мечты. И я, знаете, что заметила? Бывает такое, что чего-то сильно захочешь. Вот был у меня такой момент, я несколько раз повторила, я так хочу, чтобы в Reflame делали краску для волос. Ну почему они не выпускают краску? Ну как было бы здорово. Я не писала писем никуда, если честно. Я просто мечтала и говорила об этом в офисе. Через некоторое время у нас появилась краска Reflame. Потом я начала мечтать. А как было бы здорово, если бы вообще вот морщины никогда не возникали, чтобы лицо всегда осталось такое гладкое и ровное, идеальное. И компания выпустила новое средство, которое выйдет в 15-м каталоге, которое омолаживает клетки на 20 лет на генном уровне. Представляете? Это вообще просто бомба. Я не знаю, что еще может быть лучше, чем Reflame. То есть вот угадывает все. Замечтаешь о каком-нибудь новом аксессуаре, подумаешь, вот была бы классная сумочка фиолетовая. Жалко покупать где-то, хочется у себя купить. Тут же раз, и появляется новая фиолетовая сумочка. Прямо моей мечты. А вы замечали такие вещи? Вот у меня такое постоянно. Может быть, я так много мечтаю и желаю. Давайте сфокусируемся на двух важных, главных таких мечтах, которые нам ближе всего. Согласитесь, что каждый человек мечтает быть финансово независимым и лично развиваться, быть интересным для себя и для окружающих. И, конечно же, прекрасно выглядеть и отлично себя чувствовать. Всегда. Правильно? Кстати, плюсики. Кто согласен? И от понимания к воплощению необходимо действовать для реализации нашего обещания. Понять, о чем мечтают люди. То есть это диалог с консультантами и исследователями. Вы наверняка заметили, что очень часто, когда заходишь в личный кабинет на сайт Арифлейм, то увидите, идут какие-то опросы или на электронку приходят. Поучаствуйте в опросе от Арифлейм. Это исследования, ребят. На основании этих исследований потом компания делает выводы и через некоторое время появляется то, что выявила компания. Те мечты, которые вы отобразите в своих посланиях, в ближайшее время вы их увидите в каталогах. Поэтому участвуйте в опросах. Они будут вам же и помогать, на вас работать. Второе. Вдохновляться мечтами. То есть использовать наработки в ежедневной работе. То есть вдохновляться и двигаться вперед. Развивать продукты и сервис. Поддерживать наших консультантов на пути воплощения их мечтам. И, как вы заметили, и сервис развивается. С каждым годом все лучше и лучше. Я просто не понаслышке знаю, как было в начале, потому что я с компанией Reflame уже 16 лет. И когда я только пришла в компанию Reflame, ребята, чтобы зарегистрироваться, мне нужно было отстоять в банке очередь больше двух часов, чтобы заплатить 149 рублей за регистрацию. Представляете? И каждый раз, когда нужно было сделать заказ, нужно было ехать в офис. Нельзя было его даже продиктовать по телефону. Нужно было приехать лично, заполнить бланк, оставить его и уехать. И офис у нас был один на весь город. И люди приезжали со всех уголков города, оставляли заказы, стояли в очереди. А когда мы получали заказ, то очередь иногда занимали за несколько часов до открытия сервисного центра и стояли в ней по 4-5 часов, а перед Новым годом очередь выстаивали по 8 часов. Представляете, ребята? Так вот было. Что сейчас? Прошло несколько лет. И сейчас мы заказы оплачиваем с карточки, делаем их по интернету, и даже нам их привозят домой. Те, кто живут в крупных городах, мы получаем заказики домой. Или настолько много сервисных пунктов стало, что практически чуть ли не в каждом доме лепота сплошная. То есть компания постоянно работает над улучшением сервиса. И вот недавно у нас тоже произошло небольшое изменение. Прошу прощения. Раньше привозили в сервисные центры. Все в коробках свалено, вся продукция, отдельная стопка накладных. И менеджеры, которые открыли сервисный центр, они несколько часов раскладывали все вот эти продукты, по накладной сверяя, раскладывали по пакетикам, по коробочкам. И тратили на это несколько часов. И портили свое зрение, потому что коды все очень меленькие. И чтобы их рассмотреть, люди иногда пользовались лупой. И вот совсем недавно, уже, по-моему, 2 или 3 каталога назад, компания сделала такой сервис. В СПО привозят к каждому индивидуально запакованную коробочку. То есть у кого-то маленькие прям коробочки, куда-то побольше, у кого-то прям огромные. Но менеджеры не разбирают уже заказы, и это стало очень круто. На все телефоны. Я занята, перезвоню. Перезвоню. Так, продолжаем двигаться дальше. Это я вам так вот мелочи, но просто, чтобы вы ценили, ребят. Потому что, вы знаете, что легко дается человеку, он обычно не ценит. Но вы просто не представляете, какой путь прошла компания, чтобы сделать вам вот это легко. Пожалуйста, цените, потому что, если бы у нас так было раньше, это было бы круто. Я даже могу сказать, что каталог действовал. Один каталог, вот маленький-маленький, буквально там было 12 страничек, он действовал 4 месяца. То есть 4 каталога в году всего было, представляете? И одна скидка в каталоге. Одна. И если это был уже, как говорится, праздник какой-то, то на складе вообще ничего не было. Иногда было, что один код какой-то всего присутствовал, из всех помад. А сейчас просто супер редко-редко бывает, что отсутствующие позиции. Компания наладила сервис, наладила производство так, чтобы хватало всем. И наши ценности – это единство, дух и страсть. Что-то прям у меня заговорились все. Сейчас я на беззвучку поставлю. Так, лепота. Единство, дух и страсть. Ребята, вот если у вас такое вот будет состояние внутреннее, что... Алло? Я занята. Перезвоню попозже. Когда у вас будет такое состояние, знаете, вот это все объединиться, если вы, вот когда вы начнете понимать, что такое единство, дух и страсть, что это для вас, ребят? А это значит, что это команда, команда единомышленников, которые страстно, с горячими глазами несут вот эту вот информацию людям о возможностях, о продукции, о том, как здесь круто, как здесь классно просто. Мы родом из Швеции. И мы уважаем индивидуальность, мнение и культуры. Мы партнер, на которого можно положиться уже 50 лет, ребята. Представляете, какой возраст. Природа в нашем сердце. И мы ценим инновации и продолжающее развитие технологий. Наше призвание обеспечивать высокое качество. Достойно, правда? И чтобы построить сильный бренд, нам нужно воплощать то, что мы обещаем и оставаться верными нашим ценностям. И в каждом нашем действии, каждый день, будьте на 100% качественными, прежде всего вы сами. И наше предложение. Наше продуктовое портфолио. Это косметические продукты, вдохновленные мечтами. Все лучшее от природы и науки и создано в Швеции. Правда, здорово? Косметические продукты, вдохновленные мечтами. Что это значит? Вы знаете, сейчас идет такой интенсивный ритм жизни, особенно на женщинах это сильно сказывается. Особенно те люди, которые живут в крупных городах. Сейчас элементарно, просто чтобы добраться до работы, нужно потратить несколько больше, времени, чем буквально 10 лет назад. Сейчас такие стали пробки, раньше этого просто не было. И, конечно же, это отражается на внешнем виде людей. Волосы становятся тусклыми, усталшими, кожа тоже не высыпается, голодает, от того, что недополучает света, воздуха, солнца. И компания проводит постоянные исследования, тестирования и создает такие продукты, которые решают именно те проблемы, которые актуальны сейчас. И волшебное средство для идеальной кожи это True Perfection, который действительно делает кожу сияющей, гладкой. И она выглядит на 100%. На 100% круто. Знаете, просто сегодня поделюсь. Я всегда смотрю на свое отражение. Мне очень нравится моя кожа. Как она выглядит. То есть она такая свежая, сияющая. Сегодня мы приехали проводить презентацию. В 8 утра люди уже на работе. Это вот магазин. Полиграфисты. То есть книги, учебники. В 8 утра. С 8 до 8 рабочий день. И когда я посмотрела на девчонок, мне, честно, их стало очень жалко. То есть видно сразу, что они вынуждены, да, так же, что они недополучают вот этого всего классного, не успевают отдыхать, не успевают расслабляться, не успевают ухаживать за собой на должном уровне. То есть такое вот, ну, помятое состояние у людей. В нашей компании есть такие продукты, используя которые, можно это все, да, как говорится, компенсировать. и все лучшее от природы, науки и трендов. Природа, наше наследие, вдохновение от природы, использование натуральных ингредиентов. И в то же время, забота о природе. Ребята, вы знаете, что вот во многих средствах используется пальмовое масло. Кто знает, поднимите руку. То есть это очень классный компонент, очень ценный, очень полезный для кожи. И вы знаете, первая компания в мире, которая начала использование стопроцентного пальмового масла. Что значит стопроцентное? Оно у всех стопроцентное. Но дело в том, что стопроцентное, это считается, что если компания вырубила плантацию пальм, то она тут же посадила новую, еще больше. То есть из возобновляемых ресурсов. Понимаете? То есть компания сажает, компенсируя загубленное, вроде бы забранное у природы, нужно восстановить. Так, чего молчим в чате? То есть создается впечатление, что вы не слушаете. Да, я тоже была очень удивлена. Вы знаете, многие компоненты для создания великолепных средств произрастают в таких странах третьего мира. Там Африка и так далее. И вот, когда компания, компании берут, у стран эти дорогие компоненты, берут буквально, вот многие фирмы как делают, ну меняют на какую-нибудь ерунду, то есть на какую-то херню просто, на бусики, да, дешевые, пластмасски. Компания Арифлейм, это первая компания, которая, и мне кажется, даже единственная, которая покупает за реальную цену, за реальную цену, чтобы вот эти вот бедные люди, которые добывают, собирают эти плоды, листики, необходимое сырье для производства продукции, собирают своими руками, компания платит им реальные деньги по очень хорошей цене. Благодаря этому многие, ну эти вот люди, они подняли свой уровень жизни, то есть они позволили себе жилье, одежду, питание хорошее, детей в школу отдать. То есть это я знаю тоже не понаслышке, об этом говорили на конференции. Для меня это было просто шок, потому что, ну как-то это непривычно, обычно, да, все вот загребают, загребают, урвать сегодня вот куш, да, срубить, выжить, получить деньги и свалить. А там как будет, так и будет. Но только не шведы, ребят. Я когда была в Швеции, я вот просто офигела от этих людей. У меня был стресс. Глядя на этих людей, у меня был стресс. Во-первых, как они заботятся о природе, какая у них чистота везде, как все продумано, и как они заботятся о здоровье. Вы знаете, там все бегут, бегут все в кроссовочках или едут на велосипедах. Там очень мало машин. И машину там держать совершенно невыгодно, потому что в Швеции, да, вот Стокгольме, очень много мостов, то есть там везде вода, вода и везде мосты. Я вот не помню, сколько мостов, но меня поразило их количество. И там за каждый переезд через реку, через мост, нужно платить деньги. То есть там Швеция, правительство, да, это королевство, таким образом стимулируют людей заниматься спортом, потому что за велосипед платить не надо. Круто, правда? Вот еще у меня есть такой опыт. Мы были, когда в Дубаях, то мы услышали там такую вещь, что если семья отдает ребенка в спорт, то на каждого ребенка получает в месяц, по-моему, 700 долларов или тысячу, что-то вот от 700 до 1000 долларов на покупку необходимой формы, питания, чтобы ребенка было, оборудование, чтобы для спорта ребенку можно было купить. У нас же отдать ребенка в секцию стоит от полутора тысяч, куда-то там, на танцы или в фехтовании, в любой спорт стоит денег. Я вот была просто в шоке. А там, если ты отдал одного ребенка, второго, третьего, то за это получаешь деньги, за то, что ты ребенку отдал такие, ну, 2500 даже. Круто, просто круто. Наука. Да, у компании собственный институт исследования кожи и научно-исследовательский центр в Дублине. Ребята, вы знаете, это очень дорого проводить тестирование продукции на человеке. Это очень дорого. Все компании в основном делают исследования на животных, на кроликах, на крысах, на обезьянках, то есть, на козах, то есть, на каком угодно. То есть, закапывают им все это в глазки, на кожу, сбривают кожу, тестируют на них, то есть, животные уродуются и они страдают. Животные не могут за себя постоять. Их просто используют. Очень дешево, очень, как бы, да, негуманно. Это очень, я считаю, это очень подло так поступать. И компания Reflame никогда в жизни не проводила тестирование на животных. И делать этого не будет. Более 6 тысяч волонтеров каждый год участвуют в исследованиях в Reflame. Представляете? Вообще, очень круто. И, чтобы сделать разработки, чтобы, да, исследовать на людях, то разработки, естественно, дороже. то есть, чтобы создать продукт такой, чтобы, да, сминимизировать какой-то риск, что человеку будет нанесен вред, хоть какой-то минимальный. Для этого проводятся очень дорогие разработки. Соответственно, это же стоит огромных денег. И компания вкладывает деньги в то, чтобы, вот, поднять, да, вот этот вот уровень науки на самый высочайший, вообще, вот, уровень. Поэтому компания инновационная и у компании Reflame более 20 патентов, собственных патентов на свою продукцию. Это, ребята, очень круто. Более 100 новых продуктов ежегодно выходят на обложках каталогов. И это всегда радует. Вы знаете, я по жизни вообще человек очень, ну, как сказать, я любопытная, и мне вот одно и то же всегда бы надоедало. Но это единственная компания, которая меня постоянно удивляет. Мне вот тут никогда не бывает скучно, потому что каждый каталог выходит какая-то бомбочка. Каждый каталог что-то необычное, новенькое, новый дизайн, новый состав, вообще новые продукты, которых я даже о них никогда не слышала. И они, естественно, вдохновляют на то, чтобы покупать их, потому что хочется все лучшее, все классное. И продукты создаются с учетом последних трендов. Знаете, про Reflame, как говорят, полистай каталог Reflame, и ты узнаешь, что будет модно в этом сезоне. Какие цвета, какие формы сумочек, бусы, заколки и так далее. И эксперты, косметологи, визажисты в каталогах и на мероприятиях. То есть, это тоже очень круто. ребят, смотрите, вот ближайшая сенсация, которая нас с вами ждет, буквально вот-вот уже через несколько каталогов, эта компания Reflame будет косметикой в проекте четвертый сезон «Голос». То есть, мы будем косметикой этой программы. Что это значит? Наш профессиональный визажист будет делать визаж жюри и артиста. И все, что будет делать наша вот Алена Терещенко, все это будет печататься везде в онлайне выкладываться, в ютубе. Это будет на сайте Reflame, это будет в каталоге Reflame, в журналах. Ребят, это сделано тоже для нас с вами. Во-первых, чтобы поднять наш рейтинг, естественно, потому что «Голос» это самая популярная программа. То есть, она самая просматриваемая людьми. Вот поставьте, уже рекламу видела, да, точно. Я вот телевизор не смотрю, но если я вижу программу «Голос», я иногда в ютубе скачиваю, смотрю какие-то ролики, я просто ее обожаю. Ее любят все. Я звоню если маме, она говорит, «Ой, у нас голос идет, я не могу разговаривать». Представляете? То есть, это вообще круто. Хотя мама у меня далеко не меломанка, папа – да, вот мама – нет. Для нас это круто, потому что, ребят, мы будем с вами тоже… Уже начался? Ой, я даже еще не видела, надо посмотреть. Круто. Если мы с вами будем заявлять об этом на своих страничках, на то, что мы причастны к этому, мы будем с вами размещать также программку «Голос». Я уже в группу вступила, «Голос» в Саратове, чтобы там тоже свои пустить, как говорится, корни. Люди же будут искать Арифлейм. То есть, да, вот то, что у людей на слуху, то, что у них здесь их сердце, да, голос у них в сердце, и тут же Арифлейм ассоциация, что голос плюс Арифлейм равно любовь, это нам с вами нужно прежде всего. И если мы будем говорить, да, да, у нас, это мы Арифлейм, идемте к нам, они к вам и пойдут, ребята. То есть, кто будет приглашать, используя вот эту рекламу «Голоса», тот и будет еще себе получать поток людей. Все меня услышали? Намек поняли? Надо вступать в группы, да, или свою группу организовать и набирать туда людей. Это будет вообще очень круто, интересно. Двигаемся дальше. Впереди нас ждет немножко статистики, ну, не пугайтесь, мы ее бегло так пробежимся. Ключевые бренды Арифлейм, мечты, Giordani Gold, да, бьюти, это натуральная серия, такие, ромашка, алоэ, чайное дерево, то есть, все такое эко, эко-бьюти, натуральное, эко-бьюти, 95% натуральности, вообще нонсенс, wellness, ребята, здоровье, природа и наука. Науэдж, это новая серия, которую можно будет использовать 40 лет, это та самая серия, которую я говорила о омолаживающей клетке на 20 лет, то есть, ну, я ждусь с нетерпением просто, и тренды, тренд The One, да, уже нашумевший тренд, я вот сегодня познакомилась с директором магазина, и когда я услышала от нее, я обожаю коллекцию The One, особенно тени, я была просто в таком восторге, у меня прям внутри все хлопало, аплодировало, люди запомнили The One, потому что тоже была обширная реклама по телевидению, и, естественно, для нас это с вами поддержка, ребят. И опять же вопрос, вы пойдете к людям с каталогами Арифлейм и с приглашением в Арифлейм или кто-то другой. Компания делает все, чтобы нас запомнили, нас заметили, и чтобы нас искали. А вот кого встретят люди, вас или из других команд людей, это уже зависит, конечно же, от вас. Согласны? Как вы будете себя продвигать? И все наши продукты созданы в Швеции. Это является гарантией высокого качества, безопасности и соотношения, самое главное, цена и качество. И, конечно же, я не могу молчать. Наши бизнес-возможности это шведский стол возможностей Арифлейм. И говорится это громко и с удовольствием. Зарабатывайте сегодня и воплощайте свои мечты завтра. Чего мы хотим достигнуть, ребят? Наша цель создать сильный бренд, чтобы люди действительно понимали, что стоит за брендом Арифлейм, что это не просто какие-то дистрибьюторы, бегающие с сумками, продающие продукцию. Мы хотим, чтобы больше людей знали об Арифлейм, присоединялись к нам, искали нас и пользовались нашими продуктами. Мы хотим, чтобы люди предпочитали Арифлейм другим компаниям, другим продуктам и рекомендовали нас другим людям. Согласны, что это очень важно? Как мы сможем с вами этого достигнуть? Фокус во всей организации, весь функционал, все отрасли. Во-первых, наше понимание мечтаний, наши лидеры и консультанты, ребята, на вас вся надежда, на нас вся надежда, наше продуктовое портфолио, это компания делает, коммуникация, то есть это реклама, телевидение, участие в мощных проектах, наш сервис, который радует и удивляет, наше восприятие качества, наше знание, наша организация и процессы. И как воспринимают бренд Арифлейм в России сегодня? Давайте посмотрим, это результаты за 2014 год. Вы видите, здесь самые популярные компании, которые в основном на слуху, это Лореаль, Арифлейм, Невея, Эйвен, Гардниер, Эфроше, Мэйбелин и Амвей. Вы видите, вот спонтанная узнаваемость, то есть, ну, как бы, знакомо, слышали, ну, может быть, не пользовались, но слышали, то есть это спонтанность такая. Видите, что Арифлейм занимает второе место, ну, буквально лидирующие позиции, лидер компании Лореаль. Использование за последние 12 месяцев, это 2014 год. Арифлейм занимает третье место, почему-то еще до сих пор, то есть, представляете, что еще не все люди далеко пользуются Арифлейм. И многие люди пользуются Невея, Лореаль, Эйвен, Гарниер, и все меньше и меньше людей пользуются такими компаниями, как Мэйбелин, и Фраше, и Амвей. Составные части нашего образа. Уникальность, да, мы говорим, что это вдохновение, мечты, ценности, единство, дух и страсть, наши продукты от природы, до сочетания природы, плюс наука, плюс тренды. Наши отличительные черты, это соотношение цены и качества, и качество всегда удивляет, всегда радует. Я вам тоже расскажу такую вещь, наверняка вы про это не знаете, а если знаете, то очень здорово, а если не знаете, то теперь будете знать. я видела каталоги нескольких стран мира. Мы когда были в Швеции, там были люди из разных стран, мы у них смотрели каталоги, даже удалось выменять один каталог. Вот у нас в офисе лежит каталог португальский и еще какой-то страны. И там цены, ребята, намного выше, чем в каталогах России, Украины, Казахстана. То есть европейские каталоги очень дорогие, цены просто зашкаливают. Мы пересчитывали на рубли, то есть там в долларах все написано, в евро. Мы были в шоке. Тушь 5 в 1 стоила 1200, когда у нас она была 179 рублей в каталоге. То есть в 6 раз дороже с лишним. Представляете? Крем, мы вот какой-то крем сравнивали, по-моему, невероятный эффект. Если у нас он стоил в каталоге 149 рублей по акции, то в этот же месяц, в другом каталоге португальском он стоил около 700 рублей. То есть разница в ценах просто глобальная, тоже со скидкой. То есть мы сравнивали два одинаковых каталога с одними и теми же акциями. Разница просто колоссальная. Понимаете? И почему на российском рынке такие низкие цены, спросите вы. Ну спросите, кому интересно? Кому интересно, почему именно на российском рынке такие низкие доступные цены? Есть один. Такое чувство, что, Леша, ты меня один слушаешь. Оля еще. Так. Ребята, вот смотрите, если бы вы сравнили доходы людей, которые живут в той же Португалии и доходы людей, которые живут в России, то это будут доходы, соответственно, в 5-6 раз различаться. То есть если у нас средний доход на человека в городе составляет 15-20 тысяч, то в деревнях это 5-7, максимум 10 тысяч в областях. Соответственно, если компания у нас поставит цены не по 300 рублей туша за полторы тысячи, то ее, соответственно, покупать не будут люди. Или будут покупать очень мало. Согласны? И компания, теряя где-то в одном месте, то есть она уступает в цене, но она берет большими объемами. Россия – это один из самых крупных рынков в Швеции. Во-первых, Россия – самая гигантская страна, начнем с того. Сейчас еще в Китай Арифлейм вошел. Я думаю, что Китай – это будет просто нечто. Скоро мы о нем услышим. Может быть, в Китай поедем рекрутировать, ребят? То есть да, вы должны об этом знать, ребят. Вы должны понимать, что компания Арифлейм – это не дешевая косметика. Это дорогая косметика. Просто нам она доступна. И хорошие основы. Еще чуть-чуть нам осталось до отметки, которая будет показывать, что люди действительно понимают бренд Арифлейм. Понимают, узнают, уважают и гордятся. Сейчас это 71, максимум 100. Это наша цель. И только вместе мы можем эту цель сделать реальной. И обратите внимание, как воспринимают бренд в Москве. То есть да, поднялось с 40% до 71%. Цель – выйти на 100%. Как можно улучшить наш образ? Еще больше фокуса на вдохновение, мечты и ценности. Потому что это самое главное для людей. И мы стремимся занять позицию номер один в мире. Усилить образ натуральной косметики, созданный с учетом современных научных разработок в нашем портфолио. То есть возвращаемся к нашим истокам. Там все люди все-таки тянутся к природе, к природному, к натуральному, и в питании, и в одежде. Очень многие люди отказываются от того, что носить вещи, изготовленные из животных, из шкурок животных. Питание мясом тоже уходит на второй план. То есть люди хотят быть ближе к природе, чтобы, понимая, что если мы вот так будем к этому относиться, к природе, губя ее только с позиции забирания, то, соответственно, нашим детям, внукам, правнукам достанутся уже какие-то крохи. То есть вот это фантастические фильмы ужасов, где все серое, под куполом, нет воздуха, еды, вообще катастрофа. Она может стать реальностью. Компания Арифлейм заботится о природе, о людях и об отношениях. Улучшить восприятие качества Арифлейм. Фокус на консультантах и сервис. Ребята, вы заметили, что компания Арифлейм думает о вас постоянно? Кто это прочувствовал на себе и как вы это почувствовали? Я, например, заметила. Консультантам подняли скидку 20%. Дарят дорогие подарки, шикарные подарки, о которых можно с гордостью заявлять. Это не просто какая-то мелочевка, косметичка или какая-то продукция, а это дорогая продукция. Если это набор сейчас для новичков идет, то это Giordani пудра и помада. Если это техника бытовая, то это шикарная техника, очень красивая. У нас дома очень много техники, именно подаренной компанией Арифлейм. Начинаем с кухни. Чайник, тостер, бутербродница, пароварка, блендер, миксер, фен в ванной, пылесос, утюг, планшет, нетбук, айпод, айпад, ноутбук, последний получили, принтер с вайфаем, с цветной печатью, проектор, который только один проектор стоит 30 тысяч, орешница, кофеварка. Ребят, я уже, да, несколько телефонов, подаренных от компании Арифлейм, несколько поездок, да, уже. То есть, ребят, тут все меняется. Я и квартиру-то купила благодаря компании Арифлейм. Если бы не вот этот мой выбор, что, да, начать работать сотрудницей с Арифлейм, я так бы, может, и скиталась по съемным квартирам. Так что, ребята, вы должны это чувствовать, понимаете? Неужели вы не почувствовали? А для людей, которые активно себя проявляют, делают заказы на 150 баллов, скидка 32%, ребят, 50% скидка на самый дорогой продукт. Это же тоже забота о консультантах, да? Пожалуйста, ребят, делайте чуть-чуть больше, чем другие, получите больше. Хотите еще больше? Приглашайте других, обучайте их, зарабатывайте, реализуйте свои мечты. Ребята, и вот больше противников, чем сторонников, это проблема индустрии прямых продаж в целом, а не конкретно Арифлейм. Если вы встречаетесь с негативом, встречаетесь с отказами, ребят, это дело не в Арифлейм, дело не в вас, поверьте мне, дело вообще просто в людях, потому что они в целом к индустрии прямых продаж пока еще не перестроились. То есть вот это старое мышление, когда люди привыкли ходить в магазины, на рынке, на лотках покупать, лабуду всякую, нести домой. Люди просто еще не понимают, насколько круто брать в компаниях прямых продаж. То, что здесь какие плюсы, ребят? Вот смотрите, учитывая то, что компания не дает, да, такую рекламу, не ставит магазинов, а вопрос только в отношениях между людьми. Если мне нравится, вот от души, я могу порекомендовать тебе, да, тебе, Леша, Саше, Анжелу, Аня, Катя, Галя, Миша, Наташа, я вам могу порекомендовать, потому что мне нравится. И поверьте мне, это самая лучшая реклама, когда вы от души что-то рекомендуете. Если вы говорите, я не могу рекомендовать Арифлейм, то вспомните вообще вот, ну вот хоть раз в жизни у вас был такой случай, когда вот что-то вам понравилось, может быть фильм, может быть какое-то блюдо вкусное, или кафешка какая-то обалденная, или вам понравилась поездка, какой-то отдых, книга. Вот вспомните что-то в своей жизни, когда вы это так рекомендовали, что от вас прям искры летели. Вот было у вас такое когда-нибудь? Оставьте плюсики, что вы прям вас перлы, и вам так хотелось, чтобы все люди посмотрели этот фильм, или прочитали эту книгу, или съели именно эту колбасу, или конфетку. Так, один плюсик словили, второй. Отлично. Соминайте, ребят, вас перло когда-нибудь так, что вы прям вау, я не могу молчать, меня взрывает на части. Да, там прыгнули с парашютом, ребята, надо прыгать, это бомба вообще. Было, да? Да, ребята, то же самое Арифлэм, вот если вы его будете так рекомендовать, чтобы вас перло, для этого надо попробовать, да, вот взять средство, например, вот защитный лак, под лак, алмазное покрытие, я его вот просто обожаю, я все убрала. Мое любимое, смягчающее средство, я вообще просто без него жить не могу, у меня всегда оно под рукой, всегда. Баночка заканчивается, видите, почти пусто, чуть-чуть на донышке, и еще открыто стоит вишенка, смородинка и шоколадка. Вишенка моя любимая, и ванилька нравится. Все, как я о нем рассказываю, всегда все берут, вообще, потому что я говорю, ребята, это вообще бомба, да вы попробуйте, это же вообще супер прополис, натуральный прополис, смягчающее, мощнейшее смягчающее средство. Ребят, ведь именно с этой баночки началась история компании Reflame. Это первая баночка, которую выпустили в компании Reflame. Тут логотип сохранился, видно вам или нет? Такой витиеватый, как змейка, наверное, не видно, да? Представляете, из компании его не меняет, это брендовый продукт, смягчающее средство, номер один. Круто, поэтому то, как будут воспринимать люди и будет становиться больше сторонников, тоже зависит от нас. Напрямую, ребят, как мы преподносим, как мы об этом говорим. И нужно, чтобы больше людей пользовались нашими продуктами. Нам нужно это, нам нужно поднимать этот уровень на самый высокий пик. индивидуальное задание сейчас у вас, ребята. Вам нужно будет описать свой бренд. Вот вы, как бы вот вас узнали, вот напишите несколько слов, что вот, если бы я не видела, кто это пишет, но я бы поняла, например, что это Миша Булавцев или Саша Петрик или Алексей Бурдаков. Напишите несколько слов, вот какой вы бренд, да, какой вы бренд, чтобы вас узнать. Вот я не буду видеть, да, я открою бумажечку, там будет написано несколько слов, и я скажу, это Оля Амангалеева. Какой вы бренд? Подумайте чуть-чуть, да, какие вот подойдут прилагательные, может быть, эпитеты или еще какие-то слова. Только не паразиты. это задание всем. Давайте поиграем, такая интересная у нас с вами игра будет описать свой бренд. Ну, не стесняйтесь, брендируйте себя. Алло, ну-ка пишем, буквально несколько слов. Огромный, любящий колбасу, легкая, воздушная, яркая, прелесть, да, Наташа, это ты. Я тебя сразу представила в желтом плаще, с зелеными тенями, какая-то красивая, яркая, легкая, солнечная, я бы даже сказала, солнечная, огромный. Саша, ты какой? Миша, ну-ка все пишем. Яркая, энергичная, кайфовая. Это я. Ну, еще пишем. Два человека только написали. Белый Мерседес купе Я-класса с логотипами Орифлейм стильный в костюме с галстуком. Это Михаил Булавцев, однозначно. И на дверях написано даю работу и твой телефон, да, Миш? Остальные, ребят, ну-ка пишем, пишем, это очень круто. У нас с вами все, мы закончили практически такой вот итог, чтобы вы поняли, что вы бренд, вообще крутой бренд, надежный. Алексей, напиши про себя огромный, надежный, ответственный. Саша, напишите про себя. Анжелочка, девчата, Аня, Галя, Катя, Саша, Шутко, Оля Монгалиева, ну-ка пишите быстро про себя. И что такое? Я целый час вам тут распалялась. Что я делала? Распылялась. Нет, я не распылялась, я распалялась. Распаляла вас. Ну, не хотите писать? Как хотите. Все. Авто, Вольво, сверкающий и я сияющий. Круто. Добрый, тихий. Супер. Правда, весело, ребят? Придумайте свой бренд, чтобы вы себя понимали. Мы, знаете, мы рисовали плакаты, нам надо было на плакатах изобразить рисунком, словами, выразить, да, и мы их не подписывали. И потом спикер поднимала плакат, и мы читали, смотрели, угадывали, кто это из директоров или из менеджеров. Вообще, так было прикольно. Яркий, красивый, дающий радость. Это галочка, да, позитив. Ребята, и вопросы к вам. Как мы можем улучшить поддержку нашего бренда в продажах? Как вы думаете? Как вы думаете, как мы можем улучшить поддержку? Что-то двоечки нет, сразу троечка. Как мы можем сделать наших лидеров и консультантов успешными посланниками, представителями нашего бренда? Я вот так бы сказала, да, как мы можем улучшить поддержку нашего бренда в продажах? Я честно вам скажу, ребят, никогда, никогда не делайте скидок людям. делайте подарки, делайте сюрпризы, делайте что-то приятное, но никогда не унижайте людей скидками. Это не поднимет продажу однозначно. Люди на подсознательном уровне будут думать, что, а, скидку делать, значит, лишь бы продать. Все, значит, хрень. Понимаете? Не делайте скидок, не жалейте людей, не думайте, что, скинув им сотню, две, вы их спасете, и, да, у них лучше жить. А, нифига. Наоборот, купив дорогую продукцию, выложив за нее нормально, по цене, все хорошо, человек будет гордиться тем, что он купил себе крутой продукт. Вот так. Как мы можем сделать наших консультантов успешными посланниками? Ребят, объясняя все эти вещи. Просто вот как вы как посланники, я сейчас вам передала вот огромное пламя, у каждого теперь из вас есть по кусочку этого пламени, ведь Арифлейм, оно так и переводится, золотое пламя. И вам сейчас надо в каждом своих командах, своих семьях, среди своих знакомых выдвигать бренд Арифлейм, поднимать его на высокий уровень. Не ставьте себе задачу, что в каждой встрече, с каждого разговора у вас люди должны покупать обязательно, подписываться. Наоборот, уберите с этого фокус, брендируйте себя, говорите о себе с гордостью, что я в такой компании устроился на работу. Просто я, вообще, я просто горю. Я пылаю, меня прет от гордости. Я даже никогда не думал, что это такая великая компания, что это такая мощь. Какие дают перспективы. И ваша вовлеченность, ваша работа – это и есть ключ к успеху. Вовлеченность, ребят, сами будьте вовлеченными на 100%. И вовлекайте людей, да, вовлекайте, вот это вот, аккумулируйте, вот эту вот энергию, информацию, движуху, устройте у себя, вот, среди своих знакомых движуху, на страничке, раскручивайте все инструменты, которые мы в группе ускоренного роста дали вам. Записывайтесь срочно в ГУР, изучайте все фишки, как можно стать еще более продвинутым и успешным. И, знаете, как говорится, да, дай Бог, чтобы у вас все получалось, чтобы все это было, знаете, как говорится, это очень доброе дело. Я даже сказала бы, это прекрасная миссия, помогать людям становиться красивее и успешнее, богаче. Это прекрасная миссия показывать людям перспективы, потому что, если не вы, то кто? Кроме вас. Вот так, ребят, спасибо вам огромное за внимание, спасибо за обратную связь. Напишите, пожалуйста, несколько слов, что для себя вы сегодня вынесли полезного, какую информацию, что вас зацепило, удивило, может быть, что-то новенькое вы узнали, чего раньше не знали. Столовая, столовая, Лешка приколист. Напишите, что вас сегодня вот торкнуло, может быть. Закрепим, знаете, когда вот просто послушаешь и уйдешь с любого семинара, то оно, как говорится, в одно ухо влетело, в другое вылетело. А вот если вы подвели итог, а если еще интересно, если вы кто-то еще записывали что-то за мной, это будет вообще просто бомба. А если вы сейчас еще расскажете пятерым людям, любым людям, пятерым, я такое узнал вообще, я сейчас тебе садись, я тебе расскажу. И рассказывайте, все, что помните. У вас это закрепится, и вы запустите вот эту вот волну, движуху, потому что люди начнут дальше нести эту информацию, передавая из уст в уста. Из уст в уста. С большей важностью. Леша, а ты понял, что это просто вот бомба, это не компания, это просто мощь огромная. Правильно, галочка. Главное использовать. Компания думает о нас, потому что если нас не будет, вы представьте себе море, и вот все эти капельки, они делают море. То есть каждый из нас это как капля в море вроде бы, да, но если все капельки разбегутся, моря не будет, да, будет лужа может быть какая-то, или вообще ничего, ямы. А что нужно, Леша, чтобы ты ощутил на своей шкурке? Что нужно тебе для того, чтобы ты это все ощутил? Я вам, знаете, скажу по-простому, по-человечески. Я охренела от компании Reflame ни на банкете, хотя на банкете тоже, ни на даже мега-форумах, на которые я ездила, ни на наших встречах, я охренела в Швеции, просто. Я оттуда, я туда уехала одна, приехала совсем другая. Спасибо, Галочка, успехов вам, пятерок, полный портфель. Вот я оттуда приехала совсем другая, я увидела мощь Reflame в Швеции, в Швеции. Просто, я не знаю, я это передаю уже, вот три года уже прошло с поездки, я это несу, во мне это все горит. Меня иногда спрашивают, Лиль, ты что, вообще не устаешь? Как ты можешь так много говорить, работать, объяснять всем, уделять внимание, придумывать все? Меня как там торкнуло, я остановиться больше не могу. это как, знаете, как током шиндарахнулой. То, что, знаете, ну нельзя же, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому вы сейчас просто доверьтесь. Классный Леш, супер сказал, чтобы что-то дать, надо что-то иметь. Я тебе сейчас скажу такую простую формулу. Это формула из природы. Быть, делать, иметь. Как ты это понимаешь? Часто люди говорят, если бы у меня папа был деканом в университете, я бы закончил на хорошую специальность, устроился на хорошую работу, ездил бы на хорошей машине, потому что у меня там папа был богат. Если бы я имел, я бы тогда и жил бы нормально. В природе вот так работает. Смотрите, как вот люди делают. Женщина по идее должна сначала быть, она должна захотеть стать матерью, потом найти отца для своего ребенка, пожениться, забеременеть уже и иметь ребенка. У нас все наоборот. Залетели, поженились, ну и уж встали. Сначала все наоборот. В природе такого не бывает. Представьте себе, что лисичка случайно залетела. Такого просто быть не может. То есть быть надо сначала внутри себя решить. Я лидер компании Арифлейм. То есть внутреннюю веру в себе разработать. Начать делать, пока у тебя нет своего опыта. ты еще не стал директором, ты еще не набрал структуру 100 человек, ты еще не организовал товарооборот. но ты внутри себя решил, я буду здесь директором, я буду здесь строить бизнес с этой компанией, потому что я ей верю, доверяю, потому что меня вдохновляет эта компания, потому что она делает все, что мне нужно. У нас совпадают наши видения. то есть мое видение, как я хочу жить и то, что может дать компания, у нас совпадает. Например, я вот сегодня под впечатлением из магазина пришла, когда я посмотрела на этих девочек, которые там работают, и мне просто их хотелось спросить, я, конечно, не стала их спрашивать, вы действительно мечтали всю жизнь к 8 приезжать на работу, в 8 уходить с работы, походить и домой приходить, проехав в пробках полтора часа, приходить, упасть, чтобы встать опять в 6 утра и опять приехать на работу, из-за которой вы получаете 15 тысяч. Вы действительно мечтали об этом и действительно вот этот магазин он реализует все ваши мечты и желания. Ребята, даже воды питьевой нет в магазине. Просто я им хотела дать коктейль выпить, а чайник кто-то только вскипятил и просто чистой воды нету, чтобы просто попить. Как? Люди 12 часов на работе и у них о них не позаботилась организация даже нет воды попить. Мы студили в стакане кипяток, чтобы развести коктейль. Это нормально, вы считаете? Поэтому, Лёш, если ты решил внутри себя, я ведь тоже пришла новичком, у меня не было за спиной до результата, в котором я, как сейчас гордилась, показывала бы, вот мой чек, вот мой чек, вот я там была, вот я там была, у меня этого не было. Что делает новичок? Новичок пользуется опытом своего наставника. То есть, ты берёшь историю успеха Лили Донсковой, Ани Бубновой, Валентины Туровского, с Ютуба скачиваешь Ирину Волкову, Эдуарда Васильева, смотришь их истории, вдохновляешься и говоришь им, ребят, смотрите, вот, точно такой же человек, работал в полиции, а сейчас он здесь, преуспевающий бизнесмен, свой бизнес крутой. Я тоже так буду, я иду к этому, я с этими ребятами, потому что я знаю, что они меня туда приведут, пойдём с нами. Ты начинаешь делать, просто делать, используя, опять же, спонсоров. Особенно, если речь идёт о работе со знакомыми, здесь мы однозначно должны звать спонсоров, потому что пока твоего веса, объёма, просто то, что ты большой, этого недостаточно немножко. Нужно познакомить своих знакомых, соединить их со спонсором и пусть спонсор разговаривает, как ты это сделаешь? Хочешь в скайпе, хочешь, притащи на личную встречу, в кафе, домой, к спонсору домой, к себе домой, неважно. Хочешь, пригласи на презентацию, чтобы люди послушали, потом сказали, что они об этом думают. Пока веса нет, он у тебя будет подниматься, статус быстро будет. И тогда ты будешь иметь всё, что ты захочешь. Правда. Вот тогда ты будешь всё иметь. Вот эта формула волшебная быть, делать, иметь. Запишите себя, на стену повесьте большой плакат и живите, делайте вообще всё в жизни по этой формуле. И тогда у вас во всём будет пруха. Аминь. Спасибо вам всем за внимание. Надеюсь, что мой семинар будет для вас полезным. И благодаря вот этому бренду, брендированию себя, продвижению Арифлейм, как великого бренда, поможет вам наладить рекрутинг минимум одного человека в день. До встречи. Пока-пока.